МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, ну что, друзья, доброго времени суток всем. Поехали мы в лес. Много что везем. Саженцы всякие, рассаду. Кур везем. Открывается рубрика у нас по многочисленным заявкам на самый лучший комментарий по поводу содержания кур. Массаж им что там, музыку там, бетховен, бах, что там надо им включать для увеличения яйценоскости. Так, прошлое видео вы все посмотрели. Я пока здесь, видео там вышло. Ну, мы будем здесь неделю еще в лесу. По поводу кости, по поводу дырсу ситуация сложная. Но повлиять на нее в данный момент мы никак не можем. То есть, произошло инцидент этот, да, и, собственно, ничего изменить мы уже не можем, не в силах остается ждать. Еще там процессуальные какие-то действия. То есть, еще будет судебно-медицинская экспертиза по кости. Там всякие различные другие экспертизы, баллистики. То есть, пока никак мы не можем на это повлиять. По поводу правозащитника тоже. У нас в деревне нет правозащитников, только такие вот, которые, ну, бесплатные, которые, ну, назначаются. Так что, пока ситуация такая. Значит, я что предлагаю? Вы же сами обращали внимание, что последнее время наши видео стали какие-то менее, ну, не знаю, это передается же, да, то есть, мое настроение передается зрителю. То есть, вот, смотрите, вы же видите, что что-то грустное, там, что-то. Ну, конечно, это гложет, там, да, как оно может. Все равно переживаем за него, как бы то ни было. Вот, поэтому давайте мы, наверное, сейчас попробуем как-то абстрагироваться от этой ситуации. Будем снимать, как раньше. Ну, из-за того вот, ну, не можем мы никак повлиять-то сейчас. А ходить об этом, думать там постоянно и там себя накручивать. Я уже, знаете, устал. Поэтому едем мы, как вот снимали раньше, так и будем снимать. В общем, руку на пульсе держим. Едем мы сегодня. Андрей, мой друг, жену в роддом увез, сразу сюда стартанул. Третий раз уже повез, все, не может разродиться девчонка. Вот. А он говорит, я уже устал, ждайте, ну, как должна, должна родить. И, в общем, телефон спутниковый есть, если что, напишет. Копотки будем обмывать там. Роддом у нас 170 километров от нашего населенного пункта. Он туда вот, туда все роженицы и возит. Так, еще Владимир Семенович с нами. Андрюхин, тесть. Кстати, тоже молодой папа. Как, ну, человек недюжинной силы, недюжинного здоровья. Говорит, фу-фу-фу-фу, и пожелаем ему еще столько же здоровья. Вот. И еще едет с нами один там пассажир. Женя попросил привезти ему помощника. Говорит, привези кого-нибудь там, ну, чтобы немножко помогал по хозяйству там с огородом. Ну, короче, вот один нашелся, желающий. Поедешь. Конечно, конечно, там такой, знаете. Ну, ладно, может, приживется. А может, как помните, у нас там живет один Андрюша, которого мы вывезли. Ни бе-ни ме. Может быть, такое же. Время покажет. Ладно. Пьем чай. Кто чай, кто что пьет. И едем, друзья. Короче, авария у нас тут закипели. Что-то ни стало, ни всего. Темпер пополз. И все, сотрю, тяга пропала. Начала останавливаться. Нейтралку включила, она заглохла. Все, я ей завести не мог. Или термостат заклинил. Или помпа. Термостат выкрутили сейчас. Разваленный весь. Или помпа. Короче, хер его знает. За 10 лет первый раз такая канитель у нас шахой. Тасол выкинула весь антифриз. И остужали сейчас так водой, получается, с ключа. Все шипело. Наверное, перегрели мы мотор. Вроде завелась. Воды налили. Не знаю, мы или ехать обратно, или ехать дальше. Вот что делать. Черт его знает. Вот этот датчик у меня показывал 80 где-то. За 80. Но такого никогда не было. Ни летом, ни зимой. Потом раз упадет температура. Потом раз поднимется опять. А вот этот датчик электронный, это с подогревателя. Он показывал вообще, ну, там 20 показывал. Сначала 30, потом вообще 15. Я и заподозрил, что что-то не то. Ну, конечно, заподозришь тут. Вот, начал останавливаться. И она уже все заглохла. Нагрелась, капец. Я думал, все, хана. Чугуняка мотор. Ну, наверное, мотор мы запороли нормально так. Сейчас подождем. Если будет, этот термостат я выкинул напрямую сейчас. Если разницы не будет никакой вот этого датчика и вот этого, то, значит, циркулирует. Думали, еще может быть помпа там вышла из строя. Короче, проблема у нас. Был бы Иваныч, было бы все проще. Но, говорю, за 10 лет первый раз такая поломка какая-то серьезная в дороге. Друзья, доброе утро. Вот тут, как у нас Жека облагородил. Вот так вот. Владимир Семенович тут с утра жимолость высаживает, привез. А, ну, это, видишь, прижилась. Вот она. Она и все, я посмотрел, прижили. А я вчера, ой, вчера, в том году думал. У меня сабарская эта, садовая. А я в том году думал, все, она не выжила, ссухается. Я уже посмотрел, я уже посмотрел, все эти. Ну, отлично. Вот здесь и вот там он еще, там земля получил, там разделю на два штуки. Это садовая хабаровская идея. Привезли картошки семенной, засадим. Так, привезли мы кур нынче. Порода другой. Это как, Ломон Браун или как они? Рыженькие такие, красненькие. Вот они, девчата. Девчатки, вот они, да? Ох, вы вчера пострадали в поездочке. Ой, тяжело вам было. Друзья, если бы вы только знали, как мы долго сюда ехали. Так, кур долго выбирали. У нас проблема в еврейке, кур найти. Везде перекупщики. Обманывают людей, скупают старых кур с фабрик. Вот нашел порядочных людей, которые, ну, с Амурской области, они сами их выращивают. Ну, дома, то есть домашние. И уже потом под реализацию. У Ивана они жили какое-то время с его курями. Там неслись вроде неплохо. Потом был период, не было яйца. Ну, стресс, скорее всего. Так что, сейчас они освоятся. И будет все хорошо. Рубрика на самые лучшие комментарии продолжается по поводу кормежки. Какую музыку включать, как массаж, в какую сторону делать. С головы до хвоста или от хвоста до головы. Все это принимается. Были еще советы подвесить над ними яблоки, чтобы они прыгали и яйца, типа, осаживались там. Или качан капусты. Я предложил вывесить голову от прошлогодних кур над ними, чтобы тоже они понимали, что их ждет в отсутствии яиц. Так, по поводу 66-й, значит, что у нас было вчера. Километр меньше проезжали, у нас опять она закипала. Вот, получается, у нас два датчика. Один датчик у нас на подогревателе стоит, температурный. А другой датчик, ну, шоховский, родной. И была разница по температурам. Если обычно мы ездили, разница была в 5 градусов, там, ну, незначительная. А тут, получается, на одном датчике, который вот, шоховский, у нас 80, да. А на другом датчике у нас 20 градусов. Охлаждающая жидкость. И уже не знали, термостат убрали, все равно ничего не получалось. И потом ехала, в очередной раз, смотрю, температура поползла. Я нажал на кнопку подогревателя. Там же своя помпа, получается, на подогревателе, на этом. И все, буквально секунда, и у нас раз температура выровнялась. Что там стало 75, что тут 75. Все, и больше, ну, то есть, разницы не было. То есть, была завоздушена система или что, ну, у нас гоняло по малому контуру. А потом продавилась. Ну, я не знаю, как бы, как это технически объяснить. Ну, в общем, вот так. И потек у нас радиатор из-за того, что нагрелись сильно. В общем, доливали вчера всю дорогу, ехали. Намучились капец, машину намучили. Уже хотели, говорю, обратно разворачиваться или пешком выходить. Потому что, ну, проезжали полкилометра, километры, все, и у нас темпер полз. И ничего уже не поделаешь. Так, друзья. Клеща валом. Вот такой вот таран антиклещ. Спрей мы много лет используем. Это не реклама нам не отправляли, чтобы нам мы показали. Мы, на самом деле, много лет им пользуемся. Ну, единственное, вонючий капец, когда вот, ну, обработку одежды производишь. Надо как-то, может, респиратор одевать. Ну, в любом случае на улице. Потому что ядовитый прям. Ну, и вот на дней на 10, наверное, обработки одной хватает. Потом опять смотрим, он начинает уже ползти по одежде. Так что, если будет такая возможность, вот берите такой. Другие использовали, ну, там, день-два, там. На эту неделю 100% клещи не ползут. Так, у нас тут Викторович добыл... Что за зверь это? Это? Да. Поросилок. Кенгуру. Кенгурятина, в общем. Похож на верблюда. В общем, купил, бегал, бегал, бегал. По магазинам. Купил он антрикоты тут. Еще шея у нас замороженная. Обмывать. Так, ну, а мы тут начали, этот, ветки пособирали всякие вон. Обрезаем их. И здесь пытаемся сделать, там, типа, забор плетень этот, или как он называется. Ну, как-то корявенько получается. Ну, может быть, потом какой-то появится логический финал. Ну, пока так себе. Здесь цветами засадим грядку. Вот. Пока что вид не очень. Продолжение следует. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хоп! Сорвали... Салатик, пирожки... Все будет по красоте... Пчелки трудятся... Надо вторые корпуса уже везде ставить... Работают девки... Это вот рамки там... Чистят они... Там чуть-чуть маломедных было... Перговые... Чистят... Взятка сейчас не так уж и много в тайге... Шарахнуло... Шарахнуло... Доболтался... Мужики на рыбалку ушли... Она поздоровалась... Двигая в висок сейчас у меня... Заплывет... Поцеловал... Так... Что у нас у Джека... Вот салатик... Рассольничек... Будет... Напрягаемся... А... Смотрите... Хотел еще спросить... Мы же... Пчел... Ой... Пчел... Тьфу ты... С этими пчелами... Кур... Хотим попробовать... Чтоб перезимовали... Им холодно... Иваныч говорит... Они не вывезут... Я ему и на той пасеке... Ну и на том зимовье... На старом... Которое там было у нас... Которое мы привезли... У Вовки... У него справа... Говорю... Давай мы на втором этаже... Отгородим вот эту... Комнатку вокруг трубы... Труба же всегда горячая... Топится... Нет... Они засрут... У них это дерьмо... Оно везде пролезет... Вонище... Я вот думаю... Может тут все-таки сделать так... Полы там чем-нибудь... Там упаковать... Таким... Ну... Блин... Жалко их рубить-то... Каждую... Осень... Не... Вы наверное... Может быть кто-то не так понял... Чтобы до допуска к трубе... У них не было... То есть... Чтоб не перья не летели туда... Блин... Ветер... О... Здесь ветра нет... Вроде бы... В общем... Вокруг трубы... Там чуть-чуть им отгородить... Вот так вот... Да... Посерединке... Блин... Мало высоты... Да... Или чё... Или как... Та у нас изба... У нас крыша была выше... На той избе... Здесь такую сделали... Пологую... В общем... Вокруг трубы... Вот... Отгородить им... Трубу саму... Сеткой какой-нибудь... Чтоб перья туда не летели... На неё... Не горело... Ничего... Блин... Авантюра... Это... Наверно... Да... Жалко просто их... Знаете... Может получится... А... Чё им там надо... Там... Немного же тепла... Окошко им тут врезать... Там... Лестницу какую-нибудь... Чтоб... Ну... Забираться там... Покушать давать... Может выживут... А... Как думаете... Ну-ка... Покажи какая тут рыба ловится... Хороший... Линяра... Вот хороший... Так... Один рыбак идёт... Грустный что-то... Вот такая вот... Короче... У нас... Порнография получилась... Ну... Так себе... Смотрится... Если честно... Черёмуху обломали... Там... Завалено было... Ветки у него... Вон... Сами ведь такие... Пилить не стали... Там есть ровненькие... Да пойдёт... Да... Цветы вылезут... Она как-то покрасивше будет смотреться... А пока так... Пойдёт... Ну чё ты... Не поймал ничего? Да... Одного поймал... А почему? Один ушёл... А чё вон... У Женьки есть рыба... Чё ты ловишь... Да... Конечно... И мясо есть... И рыба... Ну... Я ж не знал... Что-то ленивок там наберётся... Не клюёт... Ну... Подтихай... Всё... Завтра брать её будем... Да... Пускай маленько подрастёт... Завтра будем брать... Пускай маленько подрастёт... Так... Сейчас надо ветки убрать... Чёк... Ну-ка хвастайся... Тебе не жалко его вообще? Я его сейчас закушу им... Ух... Я его сейчас закушу... Ха-ха-ха... Взял... Рыбы хапнул... Не так жи, если сорвался... Оборвал, наверное... Нет... Оборвал поводок... Да... Погнул крючки... А, разогнул крючки... Разогнул крючки... И ушёл... И... Андрей Викторович какого Ленка-то заборол, а? Люба дорого посмотреть... А ты такой же ушёл... Ахахахах... Ты кушай, кушай... Нет... мы вон эту поилку я выписал такую курям сейчас я буду приделывать канистру взял отверстия под шланг все она вот так будет висеть разберутся нет и не знаю мне я вот не разобрался до конца они как нажимать должны сюда головой или чё подходить наверно пить начинает до суда раз нажали головой она потекла или как черт его знает в общем видно будет в общем такая поилочка будет зато чистенькая водичка всегда не будут топтаться по ней ну-ка иди сюда померяем по шкауте закуда а а а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ну все они фигачат это водичку с этого с клювиков да да если одна даже научилась мне уже приятно вот слышу этот соловейчик поет вот они утром вот в это время поют и вечером вот вот когда по сумеркам а так красиво поет и все потом днем вот весь день его не слышно так мы пойдем рассаду посадим пока ходить еще могут мою красавицу все в клещах и не дают вырываться не не сначала воды льется лунку воды наливаешь потом засыпаем но это так разделяет все прожжение тему копать воды так все засадили тут у нас это цветы мы их потом в клумбы пересадим когда окрепнут но и морозы перестанут давить по ночам а то 0 градусов помидоры не знаю часто не часто по моему часто потом напишите их наверно можно будет как-то рассадить правильно так вот два баклажана это теща моя спасибо галине натуре не просаду было все принципе осталось огурцы посадить там шпинат понравился в том году рос у нас даже не знали чуть уже трава вкусная так все закрывает видео